Всем привет. Продолжаем. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего... Тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Пойдем, поболтаем с этим. Вроде недалеко. Привет. Хочу тебе кое-что подложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дам. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машиной. Надеюсь, все понятно? Да убейте его уже! Я постараюсь. Ну, понятно. Обезуренно. Оттыху. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Ха-ха, классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Ставляй щепку. Ну, давай. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Тсс, только учти. Это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижник, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Вы все, выпускайте меня. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Давай, счастливо. Жеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил прику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Ладно, Парэм. Двоих сразу. Ну, что там? Все, я здесь. Слушай. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстремовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрему. Ногой. Орели. Тогда я поеду к Олфудс. И посмотрю, что там почем. До свидания. До свидания. Ну, в общем, поехали. Дай покататься, а, девушка. Пожалуйста, не трогай меня. Поехали к мальстрему. А, вот и ты. Рассказывай, что нарыл. Пошли к мальстрему. Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их, холе. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрем. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Да, маты тут, конечно, жуткие. Хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот, возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадра. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут, и что их может выбесить. А вот с мальстремом хуй просышь. Звони. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Ну, хоть надо. Да, уютно тут. Пару фикусов поищу. Они хорошо подготовились. Ой, ебки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Сейчас станет простым. Было еще что-то. Му-ча-сминес, Хоумс. В центре города. Эти ебланы думают, у нас тут война? Что-то как-то... Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Моя любимая. Моя любимая. Всем привет, ребята. Что это? Спокойно, они нас просто пугают. Да, понятно, Билл. Да, понятно, Билл. Хорошо. Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не-е-е. Будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. Надеван, бля. Быром. Быром, бля. Есть, сэр. Дайте-ка я у вас пробегусь. Еще. Немножко. Ты, блядь, глухой? Тихо-тихо, ребят. Чего вы горячитесь-то сразу? Ну, садись. Я сяду. Тебе че, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе че, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока... Сядь. Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Че такой хмурый? Улыбнись. Тонь. Спасибо, не употребляю. Ну и, пожалуйста, мудила правильный. Ага. Вот он. Болт. Модель НТ-0 Д-1-2. Дай заценить. Да, пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени. Все приводы, сделанные из смеси титана, ванаде и кевлара. Смотри, че будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Да, мы его берем. А-а-а. Очень хорошо. Пабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь брика, а? Опа, да. Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшот. Декстер Дэшот. Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив. Жив. И еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Пока. Да не цылася, родимая! Вали мне! Вали, твари! Ты здесь все ясно! Что за спать? Бойте, говрон! Эй, че за спрошу? Погоди! Я перезаряжу! Мерда! Нас отрезали! Забирай боты и контроллер! Только побыстрее! Надо понять, как отсюда выбраться. Че тут, понимаешь? Идем, всех убиваем. Все наше. И боты контроллер. Пошли! Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Ну, открывай дверь. Фу, блядь, ебаная мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Блядь, точно нет другого пути. Да он, может, и есть, но... Че тут у нас? Это понятно. Игра-доллара. 1115. Неплохая. Че надо-то здесь? Так. Круто работает. Пошли. Бомонос! Ты здесь! Я точно знаю! Легче. Я и так, по-моему, не громко. Я вылезу, ребята. Че за ствол у меня появился? Непонятно. Должен быть, вот этот. Так, это что такое? Хаос. Электромагнит. Давай вместо этого. А, ну давайте его еще в лучшем. Еще можно. А этот? Хм. Так, эту всю шляпу. надо разобрать. Ножи опять насобирал. Кучу. Ой, аж матья. Так, это чё? Надеваем. Разбираем. 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 Камбельный лон 32 майка 41 Так и пошел хлам Так теперь Ну вот этот мне больше нравится Так это что мешает ремь для зарядки Повышает вероятность взрывательности Плечевый урон конечностей Плечевый урон конечностей Падание Ну давайте вот этот поставим Посмотрим Как он работает Где ребята Дамы и господа Джеки Уэлл Магазин пустой Прячься быстро Ну че прятаться в доске Ты давай ему тормози-ка Это урон Плетающий Из него откуда Вот это я понимаю Плечевый урон Плечевый урон Стоять Плечевый урон Плечевый урон Плечевый урон Плечевый урон Не дергайся А то нас увидят Ага, детонатор. Не торопись, Виль. Враги смотрят. Сказано. А то нас поймают. Твою ж мать! Блин, пиль. Граната скинула мне, кстати. Вот они здесь устроили мясо, комбинат. Эй, тут камеры! Не окося, что тут камеры. Прикрой меня, Вей! Блядь, тут чё идёшь? Вот так! Ну что, обозрался! Да, блин, опять этой гранаты. Это не бывает. Чё-то не нравится. Мне этот ствол с этими очередями стреляет. Тут всё просматривается. Осторожно. Пускай осматривается. Чё-то начинаешь. Отвлеки их быстрее! Чё их отвлекать? Давай их убьём. Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Хороший выстрел! Мир, тебя видят! Ах! Ах! Тебя видят! Оно было! прицеливаясь туда проезжает мешок прежде быстро это Осторожно, а то нас сомнают! Ну, вроде бы всё. Вот же уроды. Всё, теперь чисто. Так, ну отсюда вот зашли, по-моему. Ну, вроде бы всё. Ну, отсюда вот зашли, по-моему. Мы не раз-недельные будем. Ну, что на двоих? Не, ну, не тебя. Этот чё-то караётся. Всё, тебе чисто. Вот же уроды. Ну, что там? Выходы перекрыты. Сейчас мы всем покажем, Ману. Ещё немного, Эссе. Выход близко. Не жалей никого, слышишь? Понял. Не жалей никого. Молодчина! Кто здесь? Кто там? Все назад! но давай еще раз пока не подожжешь я а а а а а чинга до матра так тут она 5 жарит Пошло, стреляйте! Я пуля непробиваемой! Блядь! Хороший выстрел! Я тоже помню. Да, теперь чисто! Черт, ничего не спрятали? Такого... Ну, вроде бы ся... Хорошо... Много патронов, это я люблю... Че, выходим? Еще немного, эсэ. Выход близко. Я подоц... Я под обстрелом! Помогите мне! Одну секунду! Меня прижали! Не жалей никого! Слышишь? Много патронов... Много патронов... Много патронов... Красивых! Патроны гранаты... Много патронов... Много патронов... Слышишь? Много патронов... Корпу не ублажали, никого не умоляли. В долги не влезали, а болт наш. Вот так и надо работать, Ви. Ты прав. Еще бы. Папа всегда прав. Приятно, что ты начинаешь замечать. Обожаю Найт-Сити. Просто город бесконечных возможностей и дружеской ненависти. Если у тебя есть кахонес, и ты знаешь, как ими пользоваться, ты можешь достичь чего угодно. Если не поймаешь пулю, случайно или нет. Так и все равно. Ты помрешь с музыкой. Улицы тебя еще долго не забудут. Сплошные плюсы. Ну все, а что теперь? Что теперь, Джек? Теперь? Я пойду к мести. Надо немного оклематься после наших с тобой похождений. Нас бы там легко могли пристрелить. Точно говорю. Такая уж у нас работа, Джек. Когда человек уворачивается от косы смерти, это повод для праздника. А у нас просто больше таких поводов. Дай знать Дексу, что его шняга у нас. Ай, луэго. Как дела на фронтах, мистер Ли? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет мелитеха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Брихом. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? С мелитехом не сложилось. Я не хотел рисковать. Так как ты сумел убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвеллен Баркером? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Баркер будет ждать тебя в паре Лизис. Удачи. Так, пойма-ка. Значит, нам Баркер у нас. И что там у нас? Много нового всего появилось, не? Может, вот этот с начала? Ух! Жестко был. Турком без тормозовка. Тормозит? Но медленно. Тихо, тихо. Тебе машину я не хотел разбить, себе разбегать. Да вообще. Как управлять это? Женеза, да. Ладно, я уж пешком дойду. Так, здесь что такое? Куда вы? Они чего-то стерепают. Нейтрализовать цель! Привет. У нас подтвержденный случай киберпсихоза. Ладно, пара. На нем даже Макс Тафф. Созвонимся. Только они не приедут, потому что Милитех замял дело. Это киберпсихоз. Она там что, размачивает? Прям побежит за мной, а все. Так, к вам зайти больше никак. Так, а о чем мы там говорили? Привет. У нас подтвержденный случай киберпсихоза. О нем даже Макс Тафф знает. Только они не приедут, потому что Милитех замял дело. Сто процентов это кто-то из их людей. Я бы поставила на лейтенанта Моуэр. Эту даму надо как можно скорее направить на терапию. Так что я тебя очень прошу, постарайся ее не убить. Как ее не убить? Она там что-то меня палит прям сразу. Стоит, как-то. Как к ней подойти? Не замечено. Опа, я кажется, понял. Ты проблем мы ищешь? Нет. Отчинаешь. Неси на небесах. Да что ты будешь. Неси на небесах. Играет музыка. Мы же не мусорщики. Можешь нас не бояться. Она здесь. Это она молодец. Пусть там она застряла. Она выходит опять на этот. Ну-ка, джипарик никак не хватает. Даже не надеясь выбраться отсюда живем. Я понял твое намерение. Девушка, все закрыто. Здесь нигде не прорваться. Девушка, все закрыто. Совсем уже? Может, за это? Девушка, все закрыто. Девушка, все закрыто. Вдох. да блин ты куда-то полетел то теперь он наносится как угорелый где она сейчас она подбежит я сказал сейчас она подбежит лену как же что в ту сторону бежал да блин почему так трудно и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всего хорошего оставим И бокло И всё 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 Отправить данные речи До связи Вот так надо Всё Тап сообщения Нормально Так Мы выберём Ну чё Вылази Скоро Эй Вылази Эй Эй Повёрт Ах Сейчас Вся Музыка Ну вот это тоже управляемый Чё Бургон Эх Извиняюсь Я не чая Я не чая Бурю Эй Что? Ммм, котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый брейн? Ладно, я зайду. Погоди, сначала правило. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейнданс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох. Окей, дверь открыта. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Смотри, о чем тебе хочется. Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Ну еще ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. Ах ты меня ждала. Ах ты меня ждала. Анджелина Джоли. Эвелин Паркер. А, Эвелин Паркер. Извини, перепутал. Я сразу поняла, что это ты. А че сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. И как? Понравилось? Когда не нравится, я даю знать. Не сомневайся. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Ты чем такая гадкая девочка? Все нормально, честно. Может помочь? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Или что-нибудь по горячее. Электросель. Ну рассказывай. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я не знаю. Любит Декс преувеличивать или наоборот? Преуменьшать? Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы – сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сам увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака в Найт Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт Сити. Он последний сын Саббура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ну ладно, если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Бу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня затуз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Бу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые соски? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы, недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юрино Бу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой. Это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартиры Юрино Бу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. М-м-м. Ага. Сейчас перейдем. Ничего нельзя. Ты что делаешь? Карту. Карта только есть. Все нормально. О, привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Ну и что дальше? Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь? Как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну, нам с Чпок Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Я просто загрузить пенят. Не, не в этот раз. Так. Сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулиста. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейнданса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Ага. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды и я тебя положу! Тише, тише! Я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! А-а-а! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Давай, живей. Хоть пострелять уже? Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с концу. Никаких выкрутас. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай. Попробуй вернуться к самому началу. Ага. 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 Круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, грибаешь бабло, отваливаешь и продаешь брейнгинских месту. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь и мы продаем брейнг этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Так, понятно. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имен. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Окей, давай вперед. Да еб твою мать. Блин, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой. Как ощущения? Просто охренеть, правда. Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Эти мы хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Блин, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой. У нас скидка на два вкуса. Харри и мясо с креветками. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где Бор получает пулю. Быстро! Я не могу я кого-то лишить! Давай, чего на крылью? Давай! Понимаешь? Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения и просканируй его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ему всадил пулю его же Чумба. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. А, хватит. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эва? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя... Ладно. Ладно. Сейчас подключу ТИБАК и можем начинать. Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не про... Вообще-то про... Нет, мы так не договаривались. ТИБАК – профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ммм, ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звони ТИБАК и погружаемся. Привет, Ви. Что такое? Бак, слушай. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Там с тобой. Да не важно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла. Я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Угу. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лёд. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Ну... Давайте-ка... Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринова держит чип. Судя по виду, ты просто место для земли. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Я угадал. Это дорога. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу... Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Молодец. Замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура. Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя напрягать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Прости, пожалуйста. Работа... Такая штука. Ничего. Я даю, дай, дай. Уважаем. Уважаем. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Я за жени. Стоим, лазарь. Она здесь. Вот это, что ли? Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Её нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком за... Пустившем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай ещё. Забура, без... Нет. Может, никогда и не было. Мы за двадцать лет не договорились. Не договорились теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь. Видно уж храниться в оказелённых условиях. Я так. Пренебрегать. Прости, пожалуйста. Работа... Ничего. Я даже ещё не совсем потеряла терпение. Всё в порядке? Ты какой-то напряжённый. Ничего. Скоро пройдёт. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Всё внимание на меня. Вон. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. Ну понятно. Болт так болт. Не. По крайней мере других идей у меня нет. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О! Вот это тебе понравится. Пистолет. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юри Нобу держит биочип. Трень уничтожить. Угу. Кабинок! Кабинок! Я сказал, что нет. Погибнет. Ого, Донахес. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Хех, слишком низкая температура. Есть риск колебаний. За правое дело. Теперь она уволила. На рынок. Есть. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что я в документах. Значит, Юри Нобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Отлично. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Ну, все, вытаскивай меня уже из этой. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейндансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейнданс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейнданс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Ну и че? Все, пойдем. Пойдем. Раз, все. Ну, что думаешь? Так, и что теперь? Ви. Поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой? Да, папа. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов. Уровень 13. Как дела на фронтах, мистер Ви? Я путем. Эта запись Эвелин из компэйки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать бюджет. Смотри, какое миленькое. Давры поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Ты заходишь или нет? Я не захожу. Я бегу 550 метров посмертно. Лучше заплачу 700 баксов. И дойдет. Да ты скотина. Сейчас же собьют что-то встало. Не вписался. Ой, это полицейский. Вот, ребята бежают. так мы продолжим